Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Да, еще раз поприветствуем нашего гостя, руководителя Латвийской Ассоциации Больших Городов и депутат Сейма от Союза Зеленых Крестьян Виктора Валойна. Доброе утро. Доброе утро. Телефоны прямого эфира, напомню, 672 12 93 9, 672 13 93 9. Нам также можно писать в WhatsApp по телефону 230 6191. Главная тема, если говорить о городах и регионах, это, конечно, региональная реформа, которая продвигается, да, грядет и продвигается. И, кстати говоря, вот правительству Каренша недавно исполнился год, и административно-территориальная реформа была в его речи, она была в списке одного из самых успешных, скажем так, действий, проектов этого правительства. Давайте, наверное, сначала начнем. Еще административно-территориальная реформа, все уже, в принципе, знают о том, что она происходит, но в нюансы, может быть, не все до конца, что называется, въезжают. Известно, что самое такое, как бы, громкое для масс новость, это то, что у нас очень серьезно сократится число самоуправлений со 119 до, по последним данным, 40, да, по-моему? Ну, 39-40, да. Павел, 40 последний, еще одно все-таки набросили. Если в двух словах, да, вот по каким-то пунктам, что еще, вот самые важные изменения, которые ждут Латвии в связи с реформой? Ну, я думаю, это цель реформы, все еще не ясно, почему, в общем, мы это все делаем. Мы, как Ассоциации Больших Городов смотрим, но у нас 9 больших городов, где все-таки часть, ну, я бы сказал, 7 из 9 городов с этой реформой. Ну, их это мало влияет, ну, так в точном виде, ну, например, Валмир, Якопелс, эти города, они уже, ну, не были такие очень большие, они согласны с тем, что им какой-то территории больше делают. Ну, якобы, Рейзек, Недалгопелс и Лепае, они все-таки остаются в предыдущих территории. И остается только, не знаю почему, но все-таки остается и Алгава, и Венспелс остается, как больше не будет больших городов, они сейчас будут как новоц. Их будет обменять с окружающей территорией. Ну, на мое мнение, такой подход неправильный, потому что, ну, если делается, ну, в одном движении идет, например, Лепа, Рейзек, Недалгопелс, тогда, ну, эти два города, они такие же самые, они большие, они очень большая ответственность. Естественно, эти города, чтобы для развития целого региона. И, ну, это часто на данный момент, ну, такая неясная. Если мы смотрим про то, какой будет, ну, это главный результат из реформы, ну, я думаю, все это почувствуют, потому что очень большие надежды делает на эту реформу. Также, как вы уже говорили, Каринж говорит, что это самое большое дело, что сейчас начинается. Но мы видим в том же, мы видим, что начинаются и многие протесты против эту реформу, потому что люди начинают очищать, уже почувствовать эту реформу на себя уже. Как это изменить? Например, в чем? Например, в Лимбаже. То, что творится сейчас, там три пагосты хотят... Это волосы. Да, передвигать в сторону Салкарсты, чтобы Салкарсты создались такие большие, экономически способные. Но... По-моему, нацблок, да, активно продвигает? Да, они это продвигают, а сегодня уже от Лимбаже уже завели тракторов и уже автобусы, уже поедут в Салкарсты. Я тоже сам сегодня там поеду, там уже будут очень большие пикеты против таких изменений, потому что люди сами уже понимают, как это именно на их относятся. Но самая большая проблема в том, что все говорят, что будет очень красивая жизнь после этой реформы, что все сократимо, они будут очень экономически способны, эти реформы. Но 2 плюс 2 все-таки 4. 2 плюс 2 не получается 6 или 8. И сама цель этой реформы просто поставить эти самоправления вместе. А другие реформы, которые мы тоже уже летом говорили, что, в принципе, видно, что министр Варом работает в одиночке, это все уже сегодня уже ясно видно, что, в принципе, продвигается только объединение самоправления. Но эти другие реформы, ну, когда-то потом будем продвигать эти, там, программы на дорогах будет, вот сейчас делаем это, потом будет программа на дорогах. А вчера один водитель, руководитель самоправления сказал, что он встретился с Лынькой этой сам, спросил про эту программу дорог. Да, и про эту программу дорог, он вообще ничего не знает. Ну, как это возможно? Ну, в том числе, очень осторожно мы смотрим на то, что со школами после этой реформы произойдет, что бы не было такой ситуации, что там 70 километров надо школьнику каждый день ехать на школу. А такие ситуации могут случиться, например, в Латгале такая ситуация, в Дагда и Краслова. Там очень реально может случиться так, что в Дагде школы больше не будет, а до ближайшей школы 70 километров. Там уже экономическая ситуация, ну, не так уж хорошая. Еще заставить школьника ехать 70 километров в день в школу в одну сторону, по-моему, это, ну, уже слишком. Ну, вот такие большие вопросы нам не ясны в комиссии. Нам все, и с сеймами, и с ассоциацией очень многие задаем вопросы министру кабинетов и спрашиваем, ну, как это будет относиться на социальную помощь, как это будет относиться на развитие школьной сети, эти вопросы. Мы можем только гадать, и, например, если мы смотрим, почему это важно для городов. Ну, вот город Елгава, у них есть уже оптимальный, только что сделали реорганизации школьной сети. И у Елгавы есть, как у большого города, есть точные критерии, сколько надо быть школьником в каждой учебной классе. И они уже это знают уже впереди, как это будет. Вот создали реорганизацию, все, сеть ясная. А если новоц, которые, ну, рядом, у них совсем другие... Там, по-моему, два хотят, да, края включить? Там два хотят. Озолныкский... Озолныкский и Елгавос новоц. А там получается, что у них совсем другие принципы, как они открывают школу, как они разрабатывают свою школьную сети, и их ставить вместе. Тогда, кто будет, какие принципы будут из государства сказаны, сколько надо быть минимум школьников в классе, чтобы открыть школу. Это очень важный вопрос, чтобы создавать такую сеть. Одна из целей реформы, которая тоже обговаривалась, которая заявлялась, это уменьшить количество чиновников, которые находятся в самоуправлениях. Как вы смотрите на эту часть реформы? Нужно ли это делать? Ну, там есть две части этому вопросу. Если смотрим про депутатов, тогда я не согласен, что сокращение депутатов, потому что это не такие депутаты, которые получают месяцем тысячи евро, это такие депутаты, которые сокращают именно тех, которые получают по 20, 40, 50 евро в месяц. Вот таких сокращают сейчас. А те, которые получают большие деньги, там ничего нет. Депутаты, которые 50 евро в месяц получают? Да. Ну, есть новец, есть руководитель, который руководит, он, конечно, получает зарплату. Есть, например, 10 депутатов, которые каждый из какого-то округа, им там, он в самоуправлении работает, там, не знаю, час, два часа, может, три часа в месяц. Он просто приходит на заседание. И за это он получает вот там 5-6 евро в час. Ну, спросите, смысл в таких депутатах вообще имеется? Ну, имеется, конечно. Они тоже есть, ну, такие большие территории. Ну, например, скажем, видзами какой-то большой, ну, край там, ну, Лимба же не такой уже большой, ну, Мадон, например. Там 110 километров от одной части новода до другой. И если в таком новоде, там, 15-18 депутатов, тогда каждый, он какой-то округ, ну, из какого-то округа, где есть, ну, какое-то население, которое он защищает. И он приходит тогда, когда есть бюджет, он смотрит, вот, будет ли дорога в этом, в этом месте, откуда он пришел, или не будет. Но если тогда будет больше край, и просто каждый депутат будет отвечать за чуть большую территорию, чем он отвечал до этого. Ну, вот, и тогда уж получается вопрос, если они еще, еще больше становятся эти округа, как он сможет, или он вообще будет это делать, проехать этот большой округ? Можно ли это вообще, возможно ли это для человека, ну, физически возможно, если мы смотрим, вчера была интересная новость из Эстонии, там, в таких округах, как у нас, они, идет не в ту сторону, что они сокращают депутатов, они делают их больше. Ну, то, что ты делаешь больше, не значит сразу, что это у тебя больше будет стоить. Ты, не надо делать такую большую зарплату, ну, например, там, где у нас 17-19 депутатов будет, в Эстонии в таких самоправлениях 31 депутат. И это, ну, как бы, чтобы не было... В Эстонии поменьше, правда? Поменьше, да. Ну, это, чтобы не было такой ситуации, что на данный момент очень большой риск. Например, мы делали расчет, получается, что 90 тысячам жителям Латвии не будет парстав на этих самоправлениях. Представительство, да. Ну, как, например, Алсунга, ну, если их, Алсунг, поставить к Кулдыге, население Алсунги настолько маленькое, что в Кулдыгском краю им не будет ни одного депутата. И вот такое, ну, историческое и очень важное новость для Латвии, он, получается, без, ну, любого там. Глава Латвийской астерации больших городов, депутат Сейм от СЗК Виктор Валойнс у нас в гостях. Ну, такой вопрос. Вы, как бы, в целом критически относитесь к реформе, даже, можно сказать, против нее. Но согласны ли вы с тем, что реформа все-таки назрела? Потому что с некоторыми аргументами министерства нельзя не согласиться. Количество жителей элементарно, оно не соответствует уже какое-то время нормам. У нас сокращается число, особенно в глубинках. И как бы реформа, она требуется, потому что издержки все-таки, вот, на содержание такого количества краев, оно не очень, ну, логично. Очень, очень поддержаю такую миссель. И я сам поддержаю идею о том, что реформа нужна, обязательно нужна. Но реформу, ну, не так, как ее сейчас двигает государство. Реформу надо было сделать второй. Сейчас она поставлена сверху. Сверху, вот, будет так, такая карта будет. И, как бы, они думают, что, ну, что сами самоправления ничего не хотят. Я думаю, что это не так. Надо было, и все возможности были, эту реформу сделать с другой стороны, с самым самоправлением. И создавать эту карту уже, и когда создаешь эту карту, и сразу решать те вопросы, которые именно там в регионах есть. Ну, школьные сети, там, дороги, все эти вопросы. Все эти очень важные вопросы, там, что с больницами будет, это все откладывается, но где-то дальше. Сейчас только территорий делаем. И территории еще делаем так, что, ну, все-таки, мне не ясно, как они будут успешно управляться. Если мы смотрим такие большие территории, которые уже созданы, тогда, например, Гулбена и Рейзак Носновоц, они уже в таком размере, как будет делать всех остальных. Они, сразу говоря, какие проблемы, очень важные проблемы у них в этом, но вот на данный момент есть, трудно управлять, потому что слишком большой, не хватает просто, чтобы успешно это делать, не хватает рабочего силя. Ну, например, Рейзак Носновоц сделал четыре части, и в четыре части управляет, потому что с центра это невозможно успешно управлять таким большим Носновоцем. И, ну, если снизу пришли, она была бы намного успешнее, чем, ну, на данный момент, когда, ну, вот, создалась ситуация, что Елгава и Венсполс больше не будет города, городами... Республиционского значения? Республиционского значения. Ну, просто тогда вы сводите все к тому, что не нужно со 119 оставлять всего лишь 40, нужно, чтобы больше все-таки было? Нет, ну, надо было, ну, я думаю, все еще ничего не потеряно, но надо было эти реформы сразу делать вместе и с другими реформами. Ну, они, в принципе, происходят. У нас реформа и здравоохранения, и образование, все это происходит. Ну, что там происходит? Я бы не сказал, что там есть всякие документы, можно прочитать, что там большой процент школы надо закрывать, и что это регальная реформа будет, платформа для того, чтобы это все сделать. Ну, когда до этого дойдет, я думаю, там будут очень большие проблемы, и надо было сперва сеть дорог, сеть школ. Это все надо было показать в этом профиле вместе, чтобы всем было ясно, как этот новоц будет выглядеть в будущем. Например, если мы смотрим из больших городов, тогда получается вообще ситуация очень интересная, общественный транспорт. Большие города единственные, которые сам их организуют и платят за общественный транспорт. Если мы смотрим на Венсполс или Ялгаву, тогда получается, что в новоц, в этой территории, которая округ государства будет платить в будущем за общественный транспорт, а в центре оставится город, все-таки будет. То есть это не меняется в рамках реформы? Вот это фундаментальный вопрос, который вообще никто не тронул. Это уже показывает, что все-таки не работали все вместе к этой реформе. И то же, что я и говорил про школьные сети, если смотрят из больших городов, ну, там сразу ясно, что Министерство образования все-таки не участвовало. Надо было бы уже сегодня быть ясной ситуацией, сколько будет минимальных школьников в классе, надо быть, чтобы открыть школу. Во всем новоц, не только сейчас ясно, сколько надо в городе, и сколько после 2021 года, это же будет одно целое, там не будет долиться уже, но при них предложение. То же самое скорая помощь. Если мы смотрим, сколько скорая помощь реагирует в Елгаве, это одно время, в новоце это другое время. Как это будет относиться после реформы? И, ну, я могу так продолжать, там очень многие разницы. Конечно, политика инвестиций еврофондов, тоже очень большая разница, это город или это новоц. Это очень-очень большая разница, ну, если мы смотрим из этих инвестиций. Вы когда общались с различными министрами, вы уже упоминали господина Линкайца и господину Шуплинску и так далее, вы, как вам кажется, какие министры вообще помогали господину Пуццу в этой реформе? Или он один, и никто вообще больше не знает, что происходит? Нет, ну, все говорят, и премьеры, и все, если я спрашиваю министра, все говорят, что они работают в одной команде, и все продолжают. Ну, а по вашим ощущениям? А по моим ощущениям я вижу то, что я вижу. Я вижу, что все-таки эта реформа двигается просто поставить территории вместе, и если только поставить территории вместе, тогда для нашей, для Латвии это будет очень плохой стиль реформы. Если говорят, что, ну, я думаю, даже если там есть какие-то мечты о том, что после реформы, если вы поставите 2 или 4, или 5, или 8 направлений вместе, они станут экономически очень способными, это полный, это неправильно, если ты такое сделаешь. Ну, как я вначале сказал, 2 плюс 2 – это все-таки 4, это не 8 или не 10. Сейчас пытается сказать, что это 8 и 10. Два вопроса я вот сейчас вместе смещу. Во-первых, как я знаю, вы ездите, в принципе, по регионам встречаетесь с представителями, и хотелось бы услышать, что они говорят, и, наверное, понятно, что многие из них недовольны, но вот кто наиболее, может быть, недоволен, вы упомянули Лимба же и так далее. А второй момент – это вот вы говорите про акции протеста и про тракторы, вот не первый раз уже об этом говорите. Но, в принципе, реально ли вот настолько сильно это общественное движение, потому что вспоминается вот эта акция вместе с медиками, очень крупная такая резонансная у Сейма, а после этого, в принципе, не то, чтобы мы видим очень уж много каких-то общественных акций вот против региональной реформы. Ну, была акция медиков, и как-то получилось, что она сопадала с акцией. Да-да, это в ноябре было. И я сам лично звонил многим с управлением, ну, некоторым и сказал, и просил, чтобы не было большой техники, чтобы не было трактора. Это уже было на тот день уже, они были готовы приехать. И на данный момент… А почему вы хотели, чтобы не было? Ну, чтобы, ну, все-таки две протестные акции, это же тоже надо медикам свои вопросы. Как раз было бы. Ну, это как бы уже такая ситуация на тот день уже была. Одни уходят, другие приходят. А сейчас? Да, и как-то… Но на данный момент и были такие самоправления, которые, ну, все-таки надеялись, что СЕМ будет смотреть немножко по-другому. Но сейчас уже ясно, что СЕМ все-таки идет дальше еще и даже делает еще такие, ну, на мой мнение, не так уж успешные движения, что еще худше делает ситуации. Как ждать ли нам тракторов на улице? Я думаю, что это очень-очень возможная ситуация, если это пройдет дальше. Потому что есть люди, которые понимают, как это относится к них, но есть все-таки очень многие, которые еще не поняли, что происходит. Когда мы начнем говорить про культуру, в течение 10 лет в многих всех этих местах создалась какая-то общественное место для культуры, там, Дзиасмусадхисе идет флагом, под одним флагом. Все, как это будет дальше, это все очень изменится. И изменится то, например, вот сейчас есть там территория, она, это есть бюджет, там, не знаю, 15 миллионов евро в год, и она управляет этими деньгами. Вся территория знает, что если это все идет в каком-то центре, когда поймут, что эта реформа успешна может быть только при централизации, и, ну, а мало своей души, ну, как бы... Создание окраин. Да. Тогда, я думаю, люди не будут согласны с этой реформой. Это очень, очень двигается к этому. Я думаю, ну, конечно, я бы не хотел, чтобы такое случилось, но сегодня уже такое будет. И, ну, когда это дойдет до Риги, ну, если мы смотрим даже Ригу... Но Ригу в наименьшей степени затронет. Ну, ну, надо было тронуть, надо было тронуть. А как? Рижские вопросы, если мы смотрим округ Риги, тогда, ну, например, Бабиетаси, Адашу и Марупа с проблемой, Марупа и Бабиетой нету проблем между Марупой и Бабиетой. Их поставили сейчас вместе. Ну, там есть реальные проблемы и вопросы, которые надо решать Марупа с Риги и Бабиетой с Риги. Какие проблемы-то? Ну, с транспортом проблемы, вот эти парк-н-райсистемы, общественный транспорт. Это реальные проблемы, которые там уже, насколько я знаю, там уже пять лет пытаются как-то решать. А что не так с общественным транспортом в Марупа и Бабиетой? Это транспорт, который идет из Марупы, в центр Риги, как люди попадают. Ну, Вада же это уже такая, ну, более важная, большая проблема. И если мы смотрим, как эта реформа тронула Ригу, она не тронула вообще никак. Она тронула эти территории, которые тоже, сейчас будут какие-то изменения там, но они те проблемы, которые там уже созрели, никак не решают. Вообще никак не решают. И ни с детскими садами, ни с школьной сети. Это реальные проблемы, которые у них есть. Но они не с детскими садиками проблемы, а даже и Царниковой. У них проблемы с Ригой, как они эти отношения. И эти проблемы можно было решить при такой реформе. И статус Риги как гаус-плассатый статус. Обговорить, что это такое гаус-плассатый статус. Статус то, что рижаны каждый год платят, ну, где-то в 90 миллионов в пашваде бизнес-изнашенство. За что они деньги платят? Как это будет в будущем? И в том числе значение города вообще не тронулись с этим вопросом. Я знаю, мэр Буров даже там и у нас, и у его министерства писал не одно только письмо о том, что если такая реформа есть, ну, надо решать такие вопросы сразу. А там, получается, ну, мы Ригу, граница остается, все. На Ригу путся планы отдельные. Да. Ладно, потом сейчас еще поговорим. Вам вообще не кажется, что Латвия очень централизована вокруг Риги? Ну, нет такого баланса какого-то. Если даже говорить о соседях, то у Эстонии, например, есть Тартун. Ну, это по академическим, наверное, причинам, в большей степени. В Литве есть Каунас. А у нас, получается, как бы Рига, она стала таким центром, который все стянул. Да, хороший вопрос. В Риге, Рига из Евросоюза, по ИКП, в Латвии самая высокая, ну, высокая сипотсварь. Из всех европейских стран у Риги, как у столицы, самый большой процент ВВП от всей страны? От всей страны, да. И это очень показывает то, что Латвия, если политики говорят, что все работают на регальную развитие, тогда, в принципе, все-таки и есть даже с профессорами, мы в этом летом прошли этот вопрос, где доказали, что Латвия не региональное развитие, но моноцентрическое развитие. И очень большое моноцентрическое развитие. И уже летом профессоры указали о том, что если мы пойдем в сторону централизации, тогда эта централизация очень сделает все больше Рижки, поднимет этот Рижки, как сказать, статус иипотсварь в этой экономике, она все больше пойдет. И в том, что очень большая проблема на данный момент в Латвии. А это проблема? Ну, в том плане, что есть же страны, которые действительно ориентированы на столицу и живут так? Ну, конечно, это проблема. Если мы смотрим развитие Риги и остальной Латвии, все говорят про Латгали, но Латгали на процентов где-то получается, жизнь уровня в Латгали и в Риге отличается три раза. Ну, это по статистике. А если мы смотрим, например, на ЗМГЛ или Курзами или ВИДЗами, это где-то 40-46%. Все-таки это больше, чем в два раза отличается. А какой город мог бы сбалансировать? Есть претенденты, которые могли бы стать вторым каким-то центром? Ну, я думаю, надо создавать эти центры. Большие города очень успешно. Инвестиции в большие городов влияют на развитие всего региона, не только города. И есть это направление, где и надо идти. И надо, на мое мнение, надо смотреть очень умно, как мы инвестируем в евросоюзные средства. Надо смотреть в регальном уровне и в регальном направлении. Сейчас, на данный момент, есть очень большие такие. Но когда в понедельник, по-моему, будет презентация плана развития Латвии нового до 27-го года, и я думаю, я там увижу очень многие национальные рижские проекты. И если мы продолжаем развивать Ригу с дотациями, которые, ну, как бы, гранты приходят из Евросоюза, и потом, говорим, все остальные идут на конкурсы, на брюссельские инвестиции, это просто невозможно на данной ситуации. Если мы смотрим фонд Юнкера, ну, инвестиции в фонд Юнкера, кто взял в Латвии эти деньги? Это все рижские проекты, в принципе. Ну, тяково, соответствующее, но все-таки при Риге региональные проекты, я многих участвовал, мы пытались, это развитие экономики настолько низкое все-таки, что они на конкурс, им трудно пойти, и потому там нужны гранты. И сейчас очень смотрю, чтобы не совершили те старые ошибки, которые совершили предыдущие политики, политики, чтобы эта инвестиция, которая имеет грантовая инвестиция, чтобы она пошла больше в регионов и меньше Риги, потому что Рига может пойти на бизнес-проектов, на таких фондов, как Юнкер, таких фондов, как Брюссельский, напрямую, и на этот планирующий период будет очень большая, ну, так и будет побольше возможностей пойти на такие фонды, и все такие большие инвестиции, Рига, концертные залы и так далее, там все говорят, это есть та направление, где надо смотреть, это по прямую Брюссельские фонды и Юнкерские фонды и так далее. Если переходить уже к политическим, например, вопросам, в частности, вот вы сказали, что реформу административную следовало бы совместить с остальными реформами, в здравоохранении, например, в образовании, но вот этому правительству год, а все эти проблемы и вопросы, они появились не в этом году, а тем временем, предыдущим правительством, в принципе, возглавляла ваша партия, Союз Зеленых Крестьян. Вы также в единстве еще были, которая, в принципе, сейчас является премьерской партией. Вот в какой степени, не кажется ли вам, что и ваша ответственность, несмотря на то, что сейчас вы в оппозиции, а до этого-то, что ничего подготовленного тоже, получается, не было? Ну, много, много чего и в то время делали. Есть многие вещи, где я бы не согласился с тем принципом, как было делано управление. Ну, например, если мы смотрим на школьные сети, тогда я тоже, ну, не очень согласен с теми решениями, которые были сделаны в то время. Ну, эти все принципы, конечно, госпожа Шаплинска там много чего сейчас собирается менять. Она, я думаю, не меняет, потому что она хотят, это надо менять. слишком амбициозные были эти проекты, как бы, не смотрели на то, как они будут влиять на реальную жизнь. Ну, если мы говорим по школьной сети, там результаты такие поставили, что там, если такую дорогу пойти, там очень мало школ бы вообще в Латвии остались. Ну, конечно, есть каждый политик, когда работает, я работаю, в принципе, с вопросами о легальном развитии. Это было, ну, я сделал ГАВИ, я по-другому даже не вижу свою политическую деятельность. Ну, много чего удалось, много чего удалось. Например? Ну, например, если мы смотрим о легальном развитии, ну, сеть больниц, например. Сеть больниц, было такое видение, что больницы надо реновировать только в Риге. Такая реальная программа и была, что надо страдать, не острым, но, что все деньги надо, евросоюзные деньги надо вкладывать туда. И у нас удалось все-таки удивить не только латвическое государство, но и еврокомиссию, что все-таки надо и региональные больницы делать. И, ну, по-моему, где-то 30 миллионов ушло с этих деньгах на региональные больницы. И все в Далгопус, и в Елгаве, и в Лепа, и все региональные больницы тоже большие для своей развития. Сегодня мы видим, как там, ну, у каждого в своем уровне свои дела сделали. Но осталось зарплату повысить медикам, и тогда все будет хорошо. И в будущем еще надо продолжать в региональном больнице поставить денег, чтобы там инфраструктура была в нормальном уровне. А вот, если говорить о Пуце, ну, вот мы обсудили административно-территориальную реформу, вы вступаете, в принципе, против. Второй большой проект, такой ноу-хау господина Пуца, это роспуск Криджеской думы. По этому вопросу, какую позицию вы занимаете? Вот сегодня, насколько я понимаю, голосование в Саэме, кстати, будет завтра. А дальше не среда, завтра. Ну, я думаю, и всегда, когда уволяет думы в Саэме, это происходит очень быстро, без лишними вопросами, и всем понятно, если надо уволить, если до такого дошло, что надо уволять дум, тогда это происходит очень быстро, и все, как бы, нет вопроса про это, надо или не надо. На данный момент, ну, я думаю, всем уже ясно, что способ, который выбрал Пуца, это политический, и если ты выбираешь такую дорогу, ну, надо быть какой-то ситуацией, чтобы этого делать, но есть, если дум не работает, ну, там, если нету мэра, если бюджет не может приметь, если, ну, так сразу видно, что какой-то закон на евро, ну, как бы, не соблюдает закон. В данный момент, и, при том, если вы уволяете дум, целый дум, тогда надо быть уверенным, что следующий, который придет, они будут делать что-то совсем по-другому. Но в этой ситуации ясно, что кто-либо там пришел, после, если сейчас делает, они будут делать то же самое процедуры и работать под то же самым законом, который есть, и ничего не изменит. Я, насколько я понимаю, да, вы очень логично рассуждаете, но Союз Зеленых и Крестьян будет поддерживать все-таки или нет? Потому что пару дней назад здесь была данная резинция Озова, она как-то с поддержкой к этой инициативе относилась. Я тоже с ней говорил, но я думаю, то, что я думаю, я буду сам лично поддерживать эту идею и буду и коллегов и поддерживать коллег о том, что надо пойти в Сатверсмискут суд после этого голосования, чтобы политики больше такое беспредел не думали делать. Политики, вы имеете в виду где? В Сейме. То есть запретить коалиционным политикам распускать самоуправленческие думы? Ну, не то, что запретить, запретить нельзя, но чтобы не пришло в голову опустить, потому что ты сам вот шел на выборы и ЗС шел на выборы. ЗС, ну, когда был 13-й год, не выиграла, ну, в 17-м году, не выиграла, да, также атеисты и Папар не выиграла, но там все-таки выиграла одна партия. Выиграла одна партия, ну, когда был ЗС к власти, одни таких, ну, ну, отомстить, вот, мы все-таки не выиграли, никогда это не делали, потому что это не... Вы это так видите, пусть омстит. Ну, как это по-другому, если, ну, если даже не смотря на взгляды политиков, если смотрят на взгляд вообще, вот, Семьский юридический бюро, вот, есть такое Семьи институция, которая, ну, без политических взглядов, говорят, оценивает вопрос. Они, не только один раз, они уже многих раз сказали, что там нету повода отпустить Думу, о том, и я с дебятом, когда дебатировал с, ну, ну, сейми, про этот вопрос я точно так и сказал, если Дум плохо работает, если там есть какие-то законы, тогда такого Дума надо уволять, и там нельзя быть вопросом, надо ли это, не надо, и, на мой мнение, Рижский Дум не работает хорошо, это всем видно, что они не работают хорошо, но если ты уволяешь Дум, тогда надо быть очень ясно, за что это делаешь, потому что эти люди... Ну, за то, что не могут принять бюджет, например. Ну, тогда так и надо писать, а на данный момент написано, то, что уволяются за то, что они не могут ну, эти открыт, у меня там мусор там поставить все как надо, но там ясно, что никто по-другому ничего не сделает, все будет в таком же, так же и дальше пойдет. Если мы смотрим кто-то какие-то там ну, там КНАБИ, все там работают в этой Рижской самоправлении, ну, там скандалов немало, но тогда надо и говорить про эти вещи, но не придумывать какие-то там ну, вот тут вам нарушение, за это мы вас уволим. Такой принцип в демократической стране, нельзя бить такого принципа, тогда если такой пойдет дальше, тогда уже можно по такому принципу можно уволить любую Думу, а все-таки Дума не какая-то там институция, которую поставили там политики или кто-то другой, Дума это институция, которая в демократии люди избирает тех людей, которые будут управлять, если и все идет на одних условиях, на такие выборы, кто выбрал, надо респектировать эти выборы, ну, это уже не демократия получается тогда. Нам уже пора заканчивать понемногу, последний на такой вопрос будет у нас вот по совпадению, сегодня через 4 часа в эфире будет господин Пуца, может быть, вы хотите передать ему какой-то вопрос, мы его зададим, если вы сформулируете вот. Ну, например, о дорожной сети, он говорит про 300 миллионов программа, программа 300 миллионов дорожной сети, ну, вот спросите, что будет главное, если на данный момент бюджет 89 миллионов на дорогу 4 раза увеличилось от плана, все пошло вниз, так что именно будет измениться в бюджет следующих годов, чтобы такую программу все-таки создавать, имея в виду то, что Лынгайд из министра сообщения говорит про магистральными дорогами, там магистралы будет, из Риги до Далга опился и так далее, так что будет главное, сеть регионной реформы или сеть магистрал, и самое главное, откуда деньги, потому что финансовый министр Рейра тоже спросили этот вопрос, он точно ничего не знал про такие вещи, программы, какие-то 300 миллионов. Спасибо большое, зададим сегодня вопрос в рамках программы разворотов. Может быть, тогда уже в таком же духе завтрак на приеме госпожа Шуплинска в гости с утра. Да, спросите про сеть школы, про эти вещи, например, ну, как это идет, конечно, она, я уже сразу говорю, что она ответит, что это все идет вместе, но большие города еще на сегодняшний день не знают, если вот Новоц будет вместе с городом, сколько будет меняем число школьников, которые надо, чтобы открыть школу. Если, ну, для примера, если все остается для города, идет такой же принцип, в Новоц это мало чего изменить, если будет по-другому, тогда в Новоц я думаю, где-то 10 школ надо будет закрывать, а у города нету, где их поставить. Спасибо большое, извините, нам пора уже заканчивать. Руководитель Латвийской Ассоциации Больших Городов и депутат Сейма Виктор Валойн был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам еще раз, хорошего. Спасибо. Спасибо.